Мало спасти, надо сделать это быстро и без ошибок. На тренировочной базе ПСО прошло традиционное спасательное многоборье. Участвуют подразделения аварийно-спасательной службы областного центра Кинишмы, Шуи, региональных подразделений МЧС. Полоса препятствий состоит из четырех этапов, которые проверяют навыки по ликвидации техногенных аварий зараженной зоны. Жюри определяет, кто лучший в промышленном альпинизме. Среднее время прохождения этапа – 10-15 минут. Для пожарных самый тяжелый этап – это первый этап. Здесь необходимо подвинуть плиту, перерезать арматуру, которая находится внутри, пройти через различные препятствия, найти пострадавшего, ликвидировать последствия утечки серной кислоты, поставить заглушку и вынести пострадавшего из зоны. Для спасателей этапы неожиданностью не стали. Сотрудникам неоднократно приходилось проходить подобное в реальной жизни, что гораздо сложнее и ответственнее. Для себя спасатели уже определили алгоритм. От слаженности группы зависит конечный результат. Самое главное – не торопиться и адекватно принять решение, грамотно. Вот в этом основная задача. И после этого, как принято решение, что надо делать, надо распределить, кто что будет, кто за что будет отвечать. Спасатель никогда не может податься панике, но координацию работы смены надо, естественно, осуществлять, чтобы не было как раз вот этого – разбежки. Дмитрий работает спасателем уже 7 лет. За это время неоднократно ему приходилось применять навыки промышленного альпинизма и доставать из колодцев или коллекторов застрявших людей и животных. Рассказывает, тут главная ловкость и сила. Но еще, чтобы ни свидетели ЧП, ни сами пострадавшие спасателям не мешали. Возможно, у него перелом ноги, да, у него болевой шок, он не чувствует то, что у него нога сломана, по сути. И люди, которые не знают этого, они могут его вытаскивать уже за больную ногу, которая будет, соответственно, ухудшать ситуацию. И поэтому мы, когда спускаемся, мы проводим первичный осмотр. То есть, если мы видим, что перелом нога, мы накладываем сразу шину, вытаскиваем уже, ну, делая ставку на то, что нога у него вот сломана. Или там вывих, или что-то еще. А люди, они могут поставить лестницу, да, и пытаться его корячить наверх. И получится, что сделают только хуже. По итогам многоборья в общекомандном зачете первое место занял областной поисково-спасательный отряд. Вторые – кенишемцы. Тройку лидеров замыкает четвертый отряд Федеральной противопожарной службы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.